Это самый мощный портативный паяльник из тех, что мне попадались. В качестве контроллера используется S32, прошивка постоянно обновляется и выкладывается вместе с исходниками. Питается от любого блока с поддержкой протоколов быстрой зарядки QC и PD, а также от классических с напряжением 5,22 в итогом 5. 5А, помимо собственного жала можно использовать менее мощный от TIS-100, TIS-101, PINE-64, 5253 и T12 комплектным удлинителем. Характ юристики экран 0,96 дюйма OLED, интерфейс питания и данных Type 100, максимальная выходная мощность 100 β, диапазон регулирования температуры 50-450 градусов Цельсия, Погрешность, плюс-минус 5% сопротивления комплектного жала 4, напряжение, питание, 9 в 2 и 12 в 1, 5 и 15 в 3 и 20 в 5 и. Общая длина при использовании комплектного жала, 188 мм. Общая длина при использовании жала, T12232 мм. Вес, около 48 граммов, распаковка и внешний вид, все уложено в пупырчатый пакет, непрозрачный не фотографировал. Внутри коробка, мягкий Type 100 кабель и 600 Type 100 переходник. Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий, указана мощность 240 ВТ. В коробке все уложено аккуратно. Мне прислали одну из первых ревизий. В комплекте паяльник, проприетарное жало, похоже на TIS, удлинитель для использования T12, а также силиконовые насадки, предотвращающие скольжение пальцев по корпусу. Сейчас к ним добавился колпачок для жала и подставка на превью, также попадался вариант состава Т-повербанком корпуса алюминиевой. Название нигде не нашел, только параметры питания и логотип, как у PINE64, через пенефлаж не шьется. Бин не рискнул напрямую подсовывать. Жало после установки не вываливается, но конструкции предусмотрена дополнительная фиксация колпачком с силиконовым уплотнителем, после чего даже провернуть его руками становится невозможно. Противоскользящая насадка тонкая, практически не ощущается на корпусе. Между колпачком и жалом есть приличный воздушный зазор, так что совместно с силиконовой прокладкой они обеспечивают минимальную передачу тепла на корпус. При использовании удлинителя, жало Т-12 входит на такую же глубину, что и комплектное. Но в этом случае фиксацию обеспечивает только контактная группа и силиконовая трубка насадки, которая также играет роль термобарьера. Этого вполне хватает, чтобы жало никуда не сдвигалось при встряске и не прокручивалось во время работы. Сделать резьбовую фиксацию в любом случае не получилось бы из-за верхнего кольца. Тестирование при включении питания на дисплее отображается температура платы и входное напряжение. После нажатия на центральную кнопку в левом верхнем углу появляется целевая температура, в правом режим работы, а по центру текущая температура жала. Регулировка осуществляется боковыми кнопками в диапазоне 50-420 градусов. Все нажатия центральной кнопки в рабочем режиме активирует буст, повышающий температуру на 50 Цельсия на 60 секунд, регулируется в настройках. Повторное нажатие принудительно его выключает. Для выключения нагрева нужно дважды нажать центральную кнопку. Вход в меню осуществляется после долгого зажатия центральной кнопки. Пунктов прилично, так что я не буду заострять внимание на не очень важных. Первый это настройки жала. Тут можно быстро добавить и откалибровать имеющиеся, после чего быстро переключаться между ними при замене. Калибровка состоит из трех этапов. На первом корректируется нагрев до 200 градусов Цельсия, на втором до 280 градусов Цельсия и на третьем до 360 градусов Цельсия, что обеспечивает минимальный разброс температуры практически во всем рабочем диапазоне. В отдельное меню вынесли остальные температурные настройки. Такие как температура по умолчанию, запоминается последнее выставленное вручную значение, температура в режиме сна, а также значение, на которое она будет повышаться проспект активации буста. Далее таймеры сна, 10 600 секунд, выключение, 1 60 минут, буста, а также чувствительность гироскопа в режиме сна. Для людей с плохим зрением можно выбрать оформление главного экрана с более крупным шрифтом, но информация о внутренней температуре и напряжении питания будет недоступна. Но эти значения, а также версию прошивки можно посмотреть в меню. Кстати, во время написания обзора я без проблем обновился с 4.1. Далее настройки питания, можно выбрать напряжение, которое будет активировать триггер. Если в предыдущих моделях это делалось, чтобы не насиловать повербанк в полевых условиях, то здесь данная опция необходима, чтобы блок питания мощностью 65ВТ не уходил в защиту. Когда паяльник будет пытаться разогнать его до 5А при 20, также можно отключить протокол QC, чтобы он не мешал активации ПД-пищалка, также отключаемая. Языков всего два. Странно, что энтузиасты еще не сделали перевод на русский, ведь исходники прошивки давно лежат в открытом доступе. Данный паяльник может работать при питании от 5 до 22. При этом мощность будет достигать от 6 до 120ВТ при использовании комплектного жала и от 3 до 70ВТ для Т-12. ТИС-жал повышенная мощность достигается за счет более низкого сопротивления, у ПАРЦ-200 оно составляет 4. Я намерил 4, 3, что довольно близко. Минимальный порог напряжения 5, скорость нагрева до рабочей температуры производитель даже не измерял. Но оно и понятно, при 3ВТ он больше для пыток подходит, чем для пайки, хотя при очень сильном желании небольшой провод залудить можно будет. У меня нет блока питания, способного выдать 100ВТ, а 65ВТ уходит в защиту, так как паяльник пытается выжать из него 5А, так что для тестирования максимальной мощности использовал регулируемый источник. Начал с 20В, имитируя работу протокола ПД. Мощность нарастает постепенно, максимальное значение 82ВТ. До 300 градусов Цельсия по термопаре нагрев произошел за 5 секунд. Припой начал плавиться спустя 7 секунд, что даже быстрее заявленных 9 секунд. Но может у производителя припой более тугоплавкий поднял напряжение до максимальных 22ВТ, в этот раз максимальная мощность поднялась до 100ВТ, нагрев до 300 градусов Цельсия по термопаре ускорился до 4 секунд. Но припой начал плавиться также на 7 секунде. Максимум в 120ВТ скорее всего не удалось развить из-за падения напряжения на проводах. Но поднимать выше не стал, так как при сбросе нагрузки будет превышение порога и неизвестно как на это отреагирует электроника. В любом случае 7 секунд это довольно быстро. Жало греется в верхней части, фиксатор основания во время работы еле теплая и тагезанятная модель. Понравилась всеядность по питанию, при желании можно хоть от 5 в запитать, после чего долго и мучительно, но чего-нибудь подпаять. При использовании ПД протокола или блока питания 20, нагрев происходит моментально, есть буст, спящий режим. С жалами также проблем нет, можно добавить несколько штук, откалибровать по трем точкам и получить максимальное соответствие заданной и фактической температуры с возможностью быстрого переключения профилей при их смене. Ну и подкупает открытый исходный код. Периодически выкладывают новые релизы, но при наличии навыков можно полностью переделать его под себя. В остальном паяльник как паяльник. Корпус удобный, кнопки тактильно нащупать легко, управление интуитивно понятное. Единственное, они тарахтят, причем производитель указывает на это в описании, объясняя, что так они избавились от случайных нажатий. Но мне кажется кто-то все же с размерами накосячил, как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра равно, товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...